Романтический ужин или генеральная уборка? Поход на каток или постельный режим? Что предвещает расположение звезд на этой неделе? Расскажет моя очаровательная гостья, экстрасенс София Литвинова. Встречайте! София, спасибо, что пришла. Рада тебя видеть. Очень рада видеть тоже вас. Какой же будет эта неделя, если верить звездам? Могу сказать, что эта неделя будет способствовать завершению всех начатых дел. Что касается личной сферы, то возможны конфликты со старшим поколением. Совет звезд. Нужно сохранять душевное равновесие и прислушиваться к тому, что говорят нам более опытные и близкие люди. Конечно, стоит прислушиваться к родным, тем более, если мы уверены, что они желают нам только самого хорошего. София, скажи, пожалуйста, а какое отношение к гороскопу имеют вот эти сундучки, которые здесь так расположены? У каждого человека есть свое представление. Визуализация. Визуализация – это то, что мы, если мы раз увидели, мы это запомнили, и наши ассоциативные ряды, которые в нашей голове, они нам подсказывают многие вещи. Поэтому я приготовила вот эти все коробочки для того, чтобы, когда показывая знаку какому-то, этот знак, чтобы этот знак запомнил и целую неделю держал это в голове. Я хочу начать со знака весы. Я так понимаю, что вот эти три коробочки – это как раз знаки стихия воздуха. Можно открывать? Конечно, да. Символ этой недели для весов – замок. А что это значит? Что-то нужно держать при себе или чего-то остерегаться? Вы знаете, весы очень радушные люди, они очень активны. И весы постоянно о чем-то могут рассказывать. Но не всегда они выбирают того человека, кому можно это рассказать. И я хочу, чтобы вот этот предмет напоминал вам, если вы выбираете неправильного собеседника, держать рот на замке. Мы переходим к следующему знаку. Это водолей. Ой, какая красивая и нарядная подкова. Это, наверное, удачи. А в какой сфере, интересно? Это все, что касается и личного характера, и работы, и всевозможных забот. Этому знаку будет просто фатально вести. А вот со здоровьем не все будет гладко, потому что об этом напомнит пищеварительная система. Так что от строгих диет лучше отказаться. Да, не стоит вам экспериментировать с едой на этой неделе. Лучше придерживаться привычного рациона, и тогда организм ответит благодарностью. У нас остается еще один знак в стихии воздух. Это близнецы. Символ инь и янь, который олицетворяет гармонию, полноту, совершенство. Это символ противоположности. Это когда одно перетекает плавно в другое. Это когда человек умиротворен внутри себя. Расположение небесных тел подарит близнецам возможность насладиться спокойствием и семейной идиллией. Да, действительно, счастье в гармонии. Мы переходим к следующей стихии. Это вода. И здесь мой знак зодиака, скорпион. Можно с него и начнем? Ну, давайте. Ну, конечно, нам метелка. Работать? Генеральная уборка? В каком-то смысле ты права, Надя. В этот период скорпионам предстоит решить многие бытовые вопросы. Как минимум, их ждет на этой неделе генеральная уборка. Как максимум, ремонт. О! Как бы там ни было, а метелочка пригодится на этой неделе скорпионам для того, чтобы они решали свои и бытовые вопросы. И почистили, как говорится, в личных отношениях, если они видят, что эти отношения уже заходят в какой-то тупик. И чтобы не волновать гладь семейного водоема, чаще закрывайте глаза на ошибки близких и любимых людей. Лучше все-таки генеральная уборка, нежели запустить дела до такой степени, что придется делать внеочередной ремонт. А дальше у нас рыбы. Это похоже на амура. Эта неделя, конечно, даст очень много переживаний рыбка. Представители этого знака будут в центре внимания. Амур поможет им в поисках своей второй половинки. В вопросах финансовых у рыб все будет стабильно. Но от крупных приобретений стоит отказаться. Неподходящее время для растрат. В этой стихии есть еще один знак. Раки. И вот сундучок для них. Стетоскоп. Раки. Позаботьтесь о своем здоровье. Перестаньте нервничать и переживать. Ведь самое ценное – это любовь, семейный уют. Вспомнишь на этой неделе и сразу поймешь, нужно к доктору или поберечь себя. Самое время наши добрые мысли подкрепить чашечкой бодрящего кофе. Нескафе. Первое правило утра. А ты кто по знаку зодиака, София? Козерог. Козерогов еще пока не было. У нас уже половина знаков зодиака знают, какой для них будет эта неделя. Но мы на полпути. Осталось две стихии – земля и огонь. Вот как раз сейчас мы о Софии все и узнаем. Потому что в стихии земля первый знак – козерог. Чистый лист. Ничего не узнаем. Потому что здесь как бы подсказка, что упрямые представители этого знака очень часто провоцируют конфликты с близкими людьми. Не желая уступить в споре, они начинают выяснять отношения. Совет звезд по этому поводу – начните все с чистого листа. Чаще уступайте близким. Дальше у нас телец. Словарь. Словарь пригодится телцам. Скорее всего, не в прямом, а в переносном смысле. Так как представители этого знака могут неправильно воспринимать слова окружающих, принимая их враждебно, переворачивая значение, тем самым спровоцируя конфликт с близкими людьми, с коллегами, знакомыми, даже соседями. И совет звезд по этому поводу – чаще входить в положение окружающих и смотреть на ситуацию не только со своей колокольни. В стихии земля остается еще один знак. Девы. Колокольчик. Приятный символ, но что бы это значило? А давай спросим у наших гостей, есть ли среди вас девы по гороскопу? И что вы думаете по поводу этого символа? Да. Возможно, колокольчик – это символ того, что стоит заняться музыкой. Это правда? Нет. Давайте еще послушаем версии. Ага. Пожалуйста, попробуйте вы. Я думаю, что колокольчик – это символ звоночка, который о чем-то предупреждает. Угу. Молодец. Вы практически угадали – получите колокольчик как символ, словно звоночек колокольчика. Вас может предупредить о чем-то сон или всевозможные знаки. А потому будьте начеку, чтобы разглядеть или расслышать вот эти небесные подсказки. В конце недели обратите внимание на свое здоровье. И мы переходим к стихии «Огонь». Завершающие три знака зодиакального круга, первый из которых – стрельцы. Ножницы. На этой неделе ножницы будут символизировать отрезание того балласта, который тянет стрельца ко дну. Например, представители этого знака могут объявить войну вредным привычкам. Или прекращать общение с теми людьми, которые пользуются благосклонностью стрельцов в своих корыстных целях. У нас следующий знак – львы. Ластик. Эта неделя замечательна для львов, чтобы исправить или образно стереть былые ошибки. Единственное, что может этому помешать – это самолюбие льва. У нас остается одна единственная коробочка. Для овнов – фартушек. Ну, это значит на кухню. На кухню овны. Да. Предстоящая неделя подарит овнам немало событий. Несмотря на холодную погоду за окном, звезды сулят представителям этого знака уютную и теплую атмосферу в доме и прекрасное настроение. Возможно, неожиданные визиты гостей. А потому фартук для кулинарных экспериментов придется овнам как нельзя кстати. Все представители зодиакального круга получили нужные подсказки. Остается только сделать выводы и принять решение. Выбор за вами, помните об этом и все будет добро. Спасибо огромное, София. Спасибо.